Еще раз добрый день. Рад видеть всех на нашем уже традиционных встречах. Сегодня по окончанию сезона встречи. Кто-то скажет, что сезон не удался, кто-то и таких наверное будет в меньшинстве. Да, в этом сезоне была игра команды. Видно, что команда хотела, но видимо этот Дамоклов меч, а именно задача, которая стояла перед ней, сыграли с нами злую шутку. В каком плане? В том, что психологически, видимо, не все устойчивы. И тут я уже предполагаю, что раз такое сказал, вы можете задать вопрос, а почему психолога нет. Дорогие вы мои, поверьте, с 1994 года я в большом футболе. И в старом Амкаре мы не раз приглашали психолога. Положительных результатов практически нет, потому что парни не раскрываются перед ними. Они не говорят всю правду, что у них на душе, что их тревожит или еще что-то. И поэтому, наверное, главный психолог я таких, главный тренер в большей степени. Ну и я тоже понимаю, что когда стоит задача, тогда, конечно, какая-то как черная туча, что ли, висит над тобой. И это можно даже сравнить, что когда начались игры на кубок, и задач никаких не было. Совсем другой футбол вы видели, атакующий футбол. И, естественно, опять же может возникнуть вопрос, ну раз не было задач на кубок, зачем мы шли там до шестого раунда. Кто-то может задать или подумать, ну, наверное, ради денег. Да нет. Как говорят, деньги на ВОЗ сегодня нет, а завтра ВОЗ. Основная задача была обкатать нашу молодежь. И они достойно выглядели, и вы знаете, что в некоторых матчах по 7-8 наших воспитанников играло. То есть это говорит о том, что у нас есть будущее. Потребовалось три года, чтобы вот эти пацаны уже на уровне профессионального футбола начали показывать какие-то результаты. И это, конечно, радует. Конечно, отрицательный результат не очень-то радует, но это тоже результат. И нельзя сказать, что команда не хотела выходить снова в серебро. Так случилось. Игра, есть игра, и когда не все, что планируешь, получается. Примеров достаточно. Едем, ну, это раньше, до того, как нас отстранили от мира сего. Едем на Олимпиады, считаем, золотых столько привезем, серебряных столько, бронзовых столько. По факту получается совсем другая история. Поэтому еще раз говорю, что игра, есть игра. Это одно. Второе, как бы мы не хотели, но чудесные бывают. И команду нужно построить, чтобы потом уже точечно в нее добавлять игроков на те позиции, где мы чувствуем слабину. Поэтому прошу всех понять правильно, что на этом жизнь не заканчивается. И в любом случае команда будет продолжать свой путь по возврату в серебряную группу и далее. Ну, на этом, наверное, мой список закончился. Спасибо. Спасибо, Валерий Михайлович. Можно поаплодировать. Андрей Александрович, вам слово. Спасибо. Добрый день. Ну, начну так, наверное. В первую очередь, спасибо руководству клуба в лице Валерия Михайловича за возможность прикоснуться к футбольному клубу «Амкар». Старый, новый, как все по-разному это говорят, все равно это бренд. Это честь поработать. За это, конечно, огромное спасибо. Ну, в принципе, как и говорили, хотелось бы небольшой комментарий с моей стороны, да, о проделанной работе, чтобы вы понимали, что мы сделали, как мы делали и вообще, что происходило за этот год. Валерий Михайлович уже, в принципе, сказал, да, была цель. Мы ее, к сожалению, не выполнили, но была проделана огромная работа всего клуба, всех сотрудников. И это тоже дорогого стоит. И мы должны понимать, что команда, коллектив не строится в одночасье. Для этого нужно все равно время. И, опять же, весь сезон показывает, что мы двигались и двигаемся в правильном направлении. Это самое важное. Отдельно, конечно, хочу поблагодарить всех сотрудников клуба. Перечислять не буду, их много. Все вложили определенный вклад, частичку своих там сердец. Потому что, ну, действительно, коллектив сложился и работа приносила только удовольствие. Это тоже дорогого стоит. Ну, начну так. Первое. Это вертикаль, это клуб, это молодежная команда, это академия. Много и собирались, много разговаривали. Действительно, работа была качественная. Ну, насколько я понимаю, в любом случае, да, еще раз говорю, не выполнить задачу на второе место, это лучшее достижение Амкара, нового Амкара, как сейчас говорят, да, лучшее достижение молодежной команды за все ее время, да, это и тренеры, а также и сотрудники молодежки, да, действительно, да, может быть, можете сказать, что это за место, но, тем не менее, команда двигалась и с точки зрения, наверное, результата, это тоже определенный показатель, потому что, действительно, это совместная работа. Мы игроков давали, мы от них игроков брали. Это принесло определенные плоды. Ну, и, конечно же, тоже Академия, также встречались и с тренерами, были определенные беседы, акценты, на что делать ставки. И, насколько я знаю, это тоже Академия показала одни из лучших результатов по прошедшим годам. Благодаря этой работе, как Олег Михайлович уже сказал, у нас дебютировали 8 местных ребят, молодых ребят от 7-го года, ну, и там, постарше. Это тоже, как я много где говорил, это приятно, это очень приятно, хотя команда была под задачу. Не каждый, так скажем, тренер может выставлять там старт в составе, либо на замену упускать, но, тем не менее, мы решение для себя это приняли. Пусть и кубковые игры, или еще что-то, но ребят развивается, и очень хорошо развивается, виден рост, это очень приятно. Тем более, некоторые даже забили голы. Я думаю, что это действительно хорошая работа, совместная работа, я подчеркиваю, это, я не говорю, что это я или мы, это действительно совместная работа вот этой вертикали, ну, наверное, которой не было в предыдущие года. И это действительно дорогого стоит, показатели хорошие. Но, опять же, не с точки зрения даже результата, хотелось бы сказать, а с точки зрения, ну, наверное, так скажем, философии игры, ту игру, которую показывала молодежка, академия, не в результате дела, а дело именно и в игре, как ребята играли, на что делались акценты, вот это хорошо. Потому что молодежь будет развиваться благодаря футболу, игре, вот именно игре, а не каким-то, ну, так скажем, другим вещам. Это хорошо. Это у нас получилось. Дальше, скажем, второй вопрос. Ну, в силу того, что я вообще прессу не читаю, и считаю без обид, да, там всем будет сказано, очень много специалистов, которые высказывают сомнения, естественно, они имеют это право быть, но не являясь таковыми специалистами, много могут все, что угодно рассказывать, говорить, это их право. Но, опять же, не читаю, потому что не хочу лишний раз, там, скажем, переживать, или накручивать, или себя в первую очередь. Потому что под собой это не имеет, по большому счету, правды. Правду знаем мы. Есть нюансы, детали, которые знаем мы. Что касается бюджета. Мы единственный клуб, который заявил официально. Единственный клуб, который официально поставил задачу. Мы не скрывали. Но, давайте так, опять же, зная нюансы и детали, 5-6 команд ставили также задачу выхода. У 5-6 команд бюджета не меньше, чем у нашего. Летом, когда хотели брать усиления, какие-то, опять же, по нашему мнению, у многих клубов мы не смогли взять этих футболистов, потому что мы не смогли удовлетворить их финансовую потребность. Другие клубы смогли. Это опять, что касается бюджета. И опять, не надо искать из этого, что мы как-то оправдываемся. Это реалии. И я хочу, чтобы вы все это просто понимали. Поэтому, еще раз говорю, все, что было проделано, это достаточно качественно. И я уже после Кубка сказал, мне не стыдно за работу и свою, и всего коллектива футбольного клуба. Эту команду, этих футболистов, наших футболистов, их нужно сохранить, усилиться и работать дальше. Клуб развивается только тогда, когда идет постепенное развитие. сразу ничего не бывает. Но мы могли, я согласен, мы могли все тоже сразу сделать. Но опять же, еще раз подчеркну, это действительно, давайте так скажем. Чуть не получилось у нас, чуть не повезло. много статистических данных, мы сделали уже определенный анализ, работы проведем. Но поверьте, что касается игровых моментов, наверное, так скажу, в 95% из 100 мы по всем показателям на первом месте. Что касается игровых, нам не хватило забитых мячей. Что это? Ну, в первую очередь, конечно же, мастерство футболистов. Понятно же, это определенная работа. Но такое тоже бывает. Здесь самое главное сделать правильные выводы, что я уже сказал. Хотелось бы, чтобы клуб сохранил команду. Не имеет значения, что будет дальше. Но нужно сохранить эту команду, усилиться и двигаться дальше. Это будет правильное направление. У Амкара для этого все есть. Дальше. Я так постепенно, чуть-чуть, эмоции немножко внутри зашкаливает, поэтому ну, наверное, хочу отметить наших болельщиков, наши фанаты тоже подали, подарили шляпу, фанаму. Если брать первую игру и заключительную, там, скажем, болельщики, только нарастал. Прибавлялись, я думаю, что это тоже не просто так. Значит, им нравилась, наверное, игра, и их это интересовало. они ходили. Что касается кубковых игр, то они вообще были там, не скажу, что насилили много, но тем не менее, тоже достаточно большое количество приходило. Если взять, что касается, ну, конечно же, домашних игр, потому что на выездах тоже фанаты приезжали, но больше, наверное, домашних игр. Ну, если не взять, не брать в расчет определенные клубы, это, ну, не буду их перечислять, которые, стадионы, так скажем, к чемпионату мира, которые готовились, я думаю, вы все понимаете, мы входим в топ-5 по посещаемости среди всех вторых команд, вторых лиг и первой лиги. Это тоже, я считаю, один из показателей работы команды, потому что болельщики, наверное, тоже полюбили за что-то и своим приходом, наверное, тоже как-то оценивают эту ситуацию. Это тоже один из показателей. Ну, что касается кубка, Валерий Михайлович в принципе сказал, действительно, задач не было, но мы его расценивали как раз возможность для молодых ребят и опять это все не искусственно было, действительно, это их работа, они заслужили, заработали возможность эту играть, но я думаю, что своей игрой вы видели, что действительно, пацаны молодцы, ну, и опять же, те ребята, которые чуть меньше играли, давали игровую практику, либо там после каких-то небольших микро-повреждений мы давали возможность играть. Да, кубковые игры и игры чемпионата, они отличаются, опять же, есть определенная и психологическая составляющая, да и вообще просто кубок, он такой, сами понимаете, нет никакой стратегии, потому что это одна игра, от которой либо ты выиграл, либо ты проиграл, вот и все. И многие команды действительно играли больше на атаку, больше каких-то таких более атакующих действий было, и в принципе у нас достаточно получалось, многое. В чемпионате многие команды сами видели, немножко по-другому играли против нас, можно было вскрывать достаточно большую группу в нижнем локе, ну, поэтому это тоже определенные трудности вносило. Но, считаю, покупку мы достаточно очень далеко прошли, да, если взять, ну, сейчас, наверное, не буду смотреть и очки одевать, вот, но, по-моему, там, из 90 команд, если взять всю вторую лигу и ФНЛ, первую лигу, да, из 90 команд мы попали в лучшую восьмерку. Из всех вторых лиг, там, по-моему, 70 плюс команд, мы попали в двойку лучших команд. Это тоже показатель, это определенный результат, это тоже дорогого стоит, и, конечно же, в первую очередь заслуга наших футболистов. Ну, наверное, много не буду говорить, наверное, вопросы какие-то будут, может быть, более поконкретно скажем, но, примерно, это все. Спасибо, Получился такой отчет о проделанной работе, мы можем переходить к вопросам, друзья, поскольку у нас нет микрофона, о таком свободном. Алексей, пожалуйста, первую руку введу. Андрей Александрович, вопрос к вам. Вот вы сказали, мы подвели итоги сезона, как бы, вложили так, по полочкам. Ну, вот я за себя скажу, вот два раза я чувствовал себя, но пока на окончании сезона, это вот когда банда Решетникова и, не знаю, Потопин наш клуб, и второй раз сейчас, вот вы сказали, что нужно сделать правильные выводы. Вот что относится к правильным выводам? Вот с моей колокольни показалось, что две основные игры, которые мы сыграли на 0-0, вот после них уже стало все ясно, то есть мы на блюдечке голубой каемочке отдали путевку кирову, которая думала обалдеться, этого не ожидал. с моей колокольни показалось, что это было, но если не так говорить, что от его или заговоров, что просто-напросто какие-то и какие, один, два, но может быть больше, скорее всего, не так много, решили, да ну, нам нафиг подниматься выше. Останемся-ка мы здесь, у нас здесь гарантированное место, гарантированная позиция, а там неизвестно, может нас ременья. То есть, ну, если и ошибаюсь, ну, скажите, то, приведите, доводы, если нет, то, что сделано для того, чтобы это следующем федро не повторилось? Спасибо. в принципе, я уже сказал чуть выше, да, ну, еще раз говорю, для этого и нужно время, чтобы понимать, с кем дальше идти в бой. про что вы говорите, ну, я не уверен, наверное, даже больше не согласен. Достаточно хороший коллектив, так можно про любую ситуацию сказать, про что вы говорите, кто-то хочет, кто-то не хочет, но смотрите, выводы сделаны все равно, то есть, по-любому, картинка, во всяком случае, у меня в голове она есть, что дальше, вот и все, но команда, она и будет развиваться, когда мы понимаем, что по-любому нужна новая кровь, да, более, наверное, в каких-то позициях надо нам усиление, это 100% надо, это 100%, ну, как бы, мы это понимаем, что дальше, мы пока затрудняемся сказать, мы, ну, мы не знаем этого, ну, я не согласен, когда мы 2-0, все равно надежда, она умирает последней, и команда это показала последние игры, даже учитывая, да, что мы уже в роли догоняющих, но мы играли, мы боролись до конца, ну, сейчас я все, что угодно могу какие-то доводы приводить, да, на ваш вопрос, ну, наверное, будь с моей стороны какая-то отмаза или еще что-то, этого нет, еще раз говорю, коллектив очень хороший у нас, понятно, что если дальше, надо просто оставлять команду, по максимально сохранять, усиляться и работать дальше, вот и все, и, ну, знаете как, вот, еще раз, наверное, подчеркну, давайте, я и пусть кубка, мы все расстроились, мы все понимали, но давайте, знаете, мы играли с командой ФНЛ, мы играли с Черноморцем, мы играли с Миасом, который, Миас на первом месте идет, Черноморец, который борется, ставит задачу, какая бы Тюмень ни была, на каком месте, но это уровень футболистов, это ФНЛ, и, знаете, мы после игры сидим и все расстраиваются, ну, давайте реалии смотреть на вещи, понятно, что у них более качественные футболисты, наверное, что-то еще лучше, еще что-то лучше, так в этом и есть суть, что когда футболисты расстраиваются и сидят, то, что мы не выиграли, вот это показатель того, что они могли, и они это понимают, что это может, а это и есть работа, это видно, что им не все равно, они переживают за то, что мы не выиграли, не выполнили задачу, надо просто двигаться дальше, вот и все, а двигаться дальше, я все так говорю, ну, сразу ничего не бывает в жизни, ну, не бывает такого, я всегда, вот, мы с руководством сидели, ну, наверное, так скажу, смотрите, давайте просто сделаем определенное сравнение, ну, наверное, и как и раньше, и как сейчас, да, Спартак при Романцеве, Локомотив при Семине, сколько тренеры работали на местах, Клоп, да, Ливерпуль, там, не знаю, Барселоне, сейчас там, различные команды, где тренер работает не один год, а несколько лет, когда команда выстраивается, как раз отвечая на ваш вопрос, нужно время понять футболиста, подходит он, не подходит, по тем или иным качествам, нужно время понять, когда он может лучше принести для команды пользу, вот это важно, вот эти нюансы, эти детали, а для этого нужно время, Тюмень тоже выходил, сколько лет? Киров за год вышел, внутри команды, тренировочный процесс, они, команда все равно работала, они взяли точечно, конкретно, куда, что им нужно, вот, они выстроили для себя, мы, я когда пришел, ну, вы сами видите, у нас, сейчас я затрудняюсь, по-моему, от 12 до 14 человек ушли, по тем или иным причинам, это новая команда, это новый коллектив, новый тренер, они должны понять мои требования, мой тренировочный процесс, потому что у всех свое видение, свои взгляды, они должны к нему привыкнуть, это уже как минимум год, а у них два, и говорит, что вот они, вот они, ну, я уже ответил еще по каким-то критериям, можно сказать, что как они говорят, по бюджету, ну, все то же самое, только единственное, мы ездили на автобусах везде, и это не в силу того, что у нас, мы такие, на автобусах ездили, ну, значит, чего-то нам не хватало, что мы ездили на другом транспорте, и на минутку мы проехали 20 тысяч километров за весь сезон, 12 дней в пути, не дней, суток, мы все игры ездили на автобусе, команды, большинство команд летало, это с точки зрения бюджета, опять я вам говорю, и я говорю, мы не жалуемся, что нам мало, или еще что-то, не в этом плане, это в плане того, что есть реалии, которые мы знаем, а кто-то этим кичится, говорит, с нашим супербюджетом, или еще что-то, вот и все, надо просто реально на вещи смотреть, я в принципе думал, уже достаточно ответить на ваш вопрос, нужно время, еще раз говорю, нужно сохранить команду, и все будет хорошо, и все будет хорошо, я полагаю, что скаловская работа, переговоры с агентами, с самими игроками, начались еще до того, как была поставлена финальная точка в сезоне, и игры, насколько вероятно, что мы сможем сохранить этот костяк, и костяк это сколько, 70 процентов, какие позиции, вы по ходу сезона несколько раз говорили о том, что есть определенные проблемы, со скамейкой, выпадает какой-то игрок, ее уже не хватает, условно говоря, хотелось бы сохранить 50 процентов линии полузащиты, хотелось бы полностью сохранить оборону, как вы видите сохранение этого костяка? Я уже сказал, определенная картинка в голове есть, ну конечно же, вот этих процентов, я не могу точно сказать, конечно же, есть у нас ключевые футболисты, которые, так скажем, ведут игру, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос, ну давай я отвечу, да, потому что я не знаю, что будет дальше, ну я наверное могу, да, Михаилович сказать, что у меня заканчивается контракт, я не знаю, что будет дальше, в голове картинка есть, я просто говорю про будущее, про Амкар, даже не про себя, а хотелось бы, чтобы просто действительно создавая такой коллектив, хотелось бы, чтобы его сохранили, как я говорю, усилиться, точно, правильно, опять же, понимание есть, переговоры правильно ведутся, переговоры даже ведутся на усиление, и уже есть в голове конкретные люди, но как оно будет дальше, я не знаю, то есть более конкретно, более точно, я не смогу на ваш вопрос ответить, потому что смогу ответить тогда, когда я буду знать сам, свое будущее, так примерно. Дополнить? Вы все знаете такое, знаешь, изречение, у футболиста, родина там, где больше платят, поэтому не факт, то, что хотим, кого оставить в команде, это так и будет, как и вот в том году, то, что некоторые футболисты, посчитали в том году, что раз они в серебре были, ну что они пойдут в Б, и то, что там у нас на сайте писали, что по соглашению сторон, да, по соглашению сторон, но человек приходил, говорил, я ухожу, у меня есть приглашение, мне там больше платят, и считаю, что более профессионально играть, допустим, в серебре или в золоте, поэтому сказать, сколько процентов или что, ну, для этого надо сначала еще, с каждым из футболистов, которые у нас сейчас есть, перегорить, потому что у них 31-го, заканчиваются практически, у всех контракты, кроме доли, у него в июне, поэтому предстоит большая работа, с каждым индивидуально, возможно, возможно, по игре, которую, допустим, показывал каждый из них, у них будут приглашения, это с одной стороны, с другой стороны, практически у каждого есть агент, я открытие не сделал, и этот агент хочет заработать, а вы знаете, как он зарабатывает, но если во второй лиге, допустим, агентам не платят, за переходы там, или еще, за приобретение футболиста, то 10% от заработной платы, они никуда не деваются, они идут в карман агенту, естественно, у него большая заинтересованность, пристроить там, где у него в кармане будет не пусто, так что работают, она скрупулезно, с одной стороны, с другой стороны, ну, требует действительно, подхода серьезного, в разговоре с футболистами, и когда если у нас потолок зарплат, допустим, в некоторых 150 и не более, то в том же Кирове есть 300, а если сказать про Челябинск, который выходил в золотую зону, у него в том сезоне порядка 470 был бюджет, и никто не скрывает, что у него есть футболисты, которым платят от миллиона до полутора, это в золотой группе, поэтому не за то, что он вот такой, а за то, что он более профессиональный, у него работает больше голова, он больше двигается, поэтому говорить по процентам, ну, это несерьезный разговор будет, все нужно по факту делать, конечно, мы хотим кого оставить, будем за них бороться, но насколько это совпадет с их желанием и финансовой потребностью, на сегодняшний день не готов сказать, еще вопросы есть? Давайте я чуть-чуть дополню, как бы он упрекался, футболисты готовы остаться, потому что многих, что-то устраивает, ну, предположим, я, клуб, еще что-то, но у очень многих футболистов есть предложение, и хорошее предложение, опять же, это подчеркивает, опять же, ту работу, которую они проделывали, потому что, если футболист был бы некачественный, так скажем, кого-то не устраивал, у него бы их не было предложения, но то, что они есть, эти предложения, это да, это опять же, еще раз, то, что я сказал, действительно была хорошая работа с их стороны, это показатель, в первую очередь, а дальше уже все будет зависеть от определенных, как я уже сказал, обстоятельств, у меня вопрос по поводу павильона с клубной атрибутикой, в августе он был признан незаконной постройкой, ведется ли какая-то работа по его легализации? Естественно, ведется, то есть мы же не сидим на месте, до конца года 100% работает, а так у нас идут переговоры юридического плана, то есть много скрылось того, что, ну, будем говорить, не знали по принадлежности земли и так далее, поэтому работа юристам нашим ведется, в том числе и судебные дела, поэтому будем, конечно, отстаивать наш фан-шоу. На митинге рано выходить в защиту. Не, рано еще. Пока подождите. Друзья, есть ли еще вопросы? Малерин Классов, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, в случае гипотетического отказа Кирова по повышению в классе, если такая возможность предложена команда, будет по повышаться, или вы считаете, что мы должны выходить по спортивному принципу и гарантируемо, что следующий сезон проведем 2-0? Спасибо. Ну, почему? То есть, есть определенные правила, называемые так регламент. Если по регламенту предусмотрено это, почему бы нет? Почему в этом случае, как сказать гипотетически, мы знаем, что у Динамо Киров на сегодняшний день даже в Кировской области нет ни одного стадиона, который бы сертифицирован был. Поэтому, да, теоретическая возможность есть, если она предоставится такая, то мы не будем выступать против того, чтобы оказаться, не оказаться, а вернуться в серебряную группу. Спасибо. Алексей. Валерий Михайлович, про фаншоу спросили, я спрошу про стадион. Вот вы 2 года назад говорили, что есть еще 1-й проект, стадион чисто футбольного в Камской долине. За эти 2 года что-нибудь продвинулось, если я ввозу, но не там. Я в то же время еще и говорил так, что объектов, которые требуют скорейшего внедрения или строительства в нашем крае, достаточно. И, естественно, губернатор выстраивает их по мере уже того, насколько этот объект на сегодняшний день нужен. Да, техническое знание есть, прорабатываться, и Дмитрий Николаевич не отказываться от своих слов. Но на сегодняшний день ищут различные пути, а именно, чтобы строилось не только за краевые деньги, но с участием и частных инвесторов. Поэтому работать дальше идет. Здесь то, что у нас есть, это позволяет и по регламенту наш стадион соответствует. Поэтому, ну, в случае чего, ну, будем проводить частичную реконструкцию, пока все-таки не начнется строительство. Но сказать, что завтра стадион начнут строить, не могу сказать. Друзья, Андрей, еще вопрос. Да, Андрей Александрович, он немного не связан с сезоном, хотел у вас это узнать еще в апреле, на той конференции, но вот возможность не выплыть. Есть ли у вас какая-то футбольная мечта? Не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Конечно же, есть. Работать хочу. Хочу в футболе, потому что люблю футбол, во всех его проявлениях. Наверное, единственное, сам уже не могу двигаться. А так, ну, конечно же, хочется всего и многого. Для этого, чтобы достичь чего-то, нужно работать, нужно показывать свою работу и двигаться по работе. Конечно же, есть. Ну, какие-то глобальные, я не буду говорить. Конечно, хочется. Есть. Я надеюсь, я к ней приду. Спасибо. Друзья, Антон, Илья, ваш вопрос, у вас уже никогда не есть. Животрепещущий. Антон, да, правильно. Добрый день. На каждой пресс-конференции, Валерий Михайлович, вы ставите цель перед клубом и, к сожалению, ни одна из этих поставленных целей после возрождения не была выполнена. Мы не вышли в первую лигу за два года. Затем была поставлена цель выйти в Северный, в серебро, точнее, в золото из серебра. Мы туда также не вышли, вылетели в Лигу Б. И в этом году мы не смогли выйти в серебро из Лиги Б. В чем причина постоянного невыполнения задач и достижения целей со стороны клуба? И второй вопрос, как вы прокомментируете слухи в СМИ о вашей возможной отставке? Ну, на первый вопрос, да, я всегда остаюсь при своем мнении, что, кроме как ставить глобальную цель, других целей не должно быть. Но, с другой стороны, это может быть даже и мешает выполнению достижения этой цели. Потому что, вот и Андрей Александрович сказал, и видели по матчам, что многие команды просто ставят автобус, а некоторые даже и железнодорожный состав. и, конечно, вскрывать такую оборону трудно. Но, тем не менее, все равно к этой задаче надо идти. Со мной или без меня ли, но все равно к клубу надо двигаться для выполнения этой задачи. Что касается второго вашего вопроса, вы знаете, я готов к любому решению учителя. Вопрос-то не в том, буду я, не буду я, незаменимых, как говорят, нет. Главное, как и уже Саныч что-то сказал, главное-то, чтобы команда осталась. И то, что за это время успели по-молодым сделать, это радует. То есть, они, конечно, они не готовы на два тайма, но они готовы дальше расти, и у них глаза горят, что их, в них поверили, что им доверяют. И вот эту веру надо сохранить, как и команду. Вот так бы сказал. Спасибо. Исчерпывающее, думаю. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Еще был вопрос у болельщиков. Год назад, Валерий Михайлович, вы обещали опубликовать на сайте план выхода из кризисной ситуации, он так и не был опубликован. С чем это связано, и что было в этом плане, если он вообще был? Я прошу извинения за то, что действительно это не случилось, но с другой стороны, наверное, может быть и плюс, потому что этот план нужно сейчас дополнять, переделывать. Я думаю, что на следующий год сдержу свои слова. Здесь как-то выпустил из виду. Поэтому прошу прощения за эту оплошность. Здравствуйте. Мы вначале говорили о психологической устойчивости. Можете, пожалуйста, пояснить, что это значит, что это значит для футболистов, раскрыть немного это понятие относительным Амкаром? Ну, я не психолог, поэтому раскрыть вам детали не могу, а если сказать так глобально, то я уже ответил, в принципе, когда в начале конференции, что когда над тобой висит объявлена на всю сторону задача, то не каждый футболист готов к выполнению этой задачи чисто психологически. Поэтому здесь нужно будет работать, но может ли помочь в этом психолог? Мы пробовали в том году нескольким футболистам, отправляли их конкретно к спортивному психологу, но результата не было, потому что я еще раз говорю, не открываются до конца. И здесь только уже наверное опыт, игровая практика будет играть с одной стороны, а с другой стороны может сделать, как все команды, ничего не объявлять. А когда пойдет, ну пойдет значит пошло. Да и мне не будут таких вопросов задавать. Вы обещали в первом году, вы обещали во втором, в третьем получилось фига, ну бывает. Что сделаешь? Я сразу сказал, что игра есть игра, и планировать можно хоть что, а вот что на поле покажут. вот даже взять вчерашнюю игру. Вы что думаете Тюменева играла? Это мы себе проиграли. Все три гола в принципе наши, ну будем говорить ЧП. То подсказнулся, то прошла будем говорить передача, и когда ты бежишь к воротам, ты никак во время бега ты никак не развернешься и куда ты мяч не отправишь, когда он тебе в ногу попадает. То же самое третий гол. Ну зачем? Стой в рамке, не выбегай там один-второй защитник. То есть мы будем говорить сами себе привезли. Но это не специальное естественно. это не специально. Ну вот бывают такие. И винить здесь никого не собираясь, потому что действительно это как несчастный случай. Поэтому нужен или не нужен психолог, и какой он... Ну за свою жизнь я все пробовал. Но основной психолог это сама команда или раздевалка, где есть допустим один-два лидера, и они могут без нас, без руководства, без штаба. Напихать друг другу, даже были случаи, когда и пихали не словами, и после этого выходили, играли, почему-то другую игру показывали. Ну, я не говорю про спады, которые бывают в каждой команде, и начинают пример лиги, заканчивая любительским футболом. Над этим надо работать, но по щелчку такое не сделаться. Можно напомнить как раз, вопрос задавали, сейчас немножко. Футбол это стрессовая ситуация на поле, и когда надо, 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 давай, давай, любой человек, ну, вы себя возьмите в жизни, когда вы понимаете, что-то вам нужно, так скажем, кровь из носу, да, вы в другой стрессовой ситуации, и умение владеть собой в этой стрессовой ситуации, это одно из важных качеств футболи, ты можешь хорошо быть готов физически, технически, технико-тактически, без разницы, ты можешь вообще все понимать, но если ты не готов психологически, ты свои лучшие качества все равно не покажешь, потому что опять, что будешь зажат, не сильно сконцентрирован, еще что-то, это действительно, и для этого нужно время, как раз, про что мы говорили, мы должны понимать, кто готов к этому, кто не готов, опять же, может все говорить там, сям, да без разницы, в каких командах, где мы говорим сейчас про себя, вот и все, то, что мы многие, к примеру, не готовы были, или, к примеру, не смогли справиться в каких-то играх, кто-то чуть больше игр, кто-то чуть меньше с этого ситуации, ну, это есть работа, которая должна чуть дальше вестись, но безразличной в команде 100% нет, коллектив, еще раз подчеркну, очень хороший, и раздевалка хорошая, и все хотели, понимаете, мы сейчас опять всю оценку идем со стороны негатива, и мы видим, опять же я не читаю, но я понимаю, какой негатив выливается, и для чего мы, хотелось бы просто вам высказаться, сказать, что какая работа была проделана, и что действительно очень-очень много хороших вещей, которые произошли в команде, вот это, это надо просто еще раз сохранить, приумножить, и двигаться дальше, тогда и будет развитие, а махнуть шашкой, всех разогнать, и опять забрать заново, это опять мы на те же самые грабли в усылать, опять снова, опять все заново, и так далее, вот и все. Спасибо. Андрей. Андрей Ближе, конечно, Валерий Михайлович, я так понимаю, что сейчас вам короче, немного неопределенности, нет ясности ни с главным премьером, ни с составом, ни бюджетом, на ваш взгляд, когда прояснится ситуация, то есть в течение месяца раньше выжили, то есть когда можно я понимаю, что 31 уже надо начинать заключать этого с футболистами, то есть может это подплавного тренера, может это подплавного, но то есть все-таки когда определенные, определенные шаги будут назначить тренером подсчитан бюджет, то есть когда начнется работа с футболистами. хороший вопрос, я бы хотел его вам задать. Судя из последней статьи коммерсанта, вы лучше нас знаете, вы уже там сказали, что я уже практически не работаю, а сейчас нет, я про коммерсант говорю, я не не про вас лично, и тут вдруг такой вопрос, я думал, все, издательство уже все знает, я не могу назвать сроков, это должен определиться учритель. Как только он определится, наверное, ваша первая газета, то есть ваша газета, наверное, будет знать еще быстрее, чем я. Поэтому без обид, я серьезно не могу ничего сказать, на сегодняшний день, по крайней мере. Еще вопросы есть? Андрей Александрович, вы уже честно на мой вопрос ответили, вы сказали, что у вас контракт заканчивается, но я по вашим словам правильно понял, у вас есть желание остаться в фирме, работать в Самкаре? Как вы договорились эмоционально, что все хорошо в клубе, то есть вы работаете здесь, нужно доделать ту работу, которую мы не доделали, конечно же, чтобы ее доделать, как минимум должен остаться, конечно. я думаю, что больше ничего не надо комментировать, конечно. Хорошо. Хороший вопрос, короткий. Спасибо. Друзья, есть ли еще вопросы из-за по поводу персонали игроков? С чем связан спад Алекса Раджабова во второй половине сезона? Второе, многие болельщики критикуют капитана Тюкалова, считаете ли вы, что его карьера идет на спад и пришло время более молодых игроков вместо него на поле? Ну и третье, по поводу молодежи, будет ли она Костяком у нас на следующий год? И может быть кто-то из других клубов уже обратил на них внимание? Я уже ответил на этот вопрос, как раз задавали, ну еще раз говорю, есть варианты у ребят и опять же это радует, значит мы двигаемся в правильном направлении и у молодежи я уверен, что есть. Наверное, с последнего начну. Все зависит от них, ну давайте так, я себя говорю, я от себя говорю, как я это вижу, искусственно никто ничего не будет делать, то есть вот нет такого, что он местный или не местный, он должен все равно в первую очередь своей работой, как в тренировках, плюс в каких-то играх не имеет значения минуты ему дали, 5-10, они должны доказывать свою состоятельность ежедневно, еще раз подчеркиваю, и как в тренировочном процессе, так и в играх. То, что они показали и вышли, и играли с хорошими командами и выглядели не слабее, это хорошо, но дальше это опять дальше, неизвестно, что будет завтра, что послезавтра, это в первую очередь зависит от них. если они будут костяком команды, ну это же здорово, когда местные воспитанники играют за свой родной клуб. Я все время хотел играть дома, но так сложились обстоятельства, я не играл, ну или так скажем, мало играл. наоборот, жизнь же приятна, когда родные, близкие приходят, тебя поддерживают, то есть все равно дом есть дом, а Амкара это дом, поэтому мы только будем рады. Что касается Алекса, ну, я так могу сказать, есть у меня определенный опыт и по таким вещам, да, что касается Алекса, но очень большое желание у него было уехать и попробовать себя на другом уровне, так скажем, потому что не люблю, опять же, никого выделять, но сейчас, наверное, это опять одна из психологических составляющих, это, кстати, не только по нему, и я уже по многим ребятам знаю даже, кто у нас чуть просел, которым давали паузу, и они как бы по-новому раскрывались через какой-то период времени, очень большое желание было у него попробовать себя в ФНЛ, у него было несколько вариантов, он поездил, ну, не получилось, так скажем, но у нас было желание его вернуть, но, видимо, на этой почве, да, так скажем, не пошло у него так, как он играл в первом круге, ну, опять же, это больше мотивационная составляющая игрока, понимаете, как бы мы не бились, как бы мы не хотели, в первую очередь, он должен хотеть, то, что он хотел, мы не сомневаемся, но, видимо, психологически у него не пошло, потому что на тренировках, опять же, он выглядел достаточно качественно, вот и все, ну, и плюс, давайте так, конкуренция, пришел Дибир Гаджиев, который, ну, действительно, качественно влился в коллектив, в схему, вообще, в ту философию футбола, если так можно сказать, в этом философии слишком громко, но, тем не менее, это конкуренция, ну, и на данном этапе он ее проиграл, вот и все, здесь, как бы, ничего такого нет, партиукал, вообще, комментировать не собираюсь, потому что, давайте так, все люди разные, кто-то, мы уже отвечали, как раз, опять же, по поводу психологии, все остальное, Женя достаточно качественно выглядело, и много игр, которые он вытянул команду, где-то помог, где мы выиграли, то, что, как его оценивают, ну, я немножко знаю информацию, да, как там, чуть в прессе его, но не заслуживает человек, в любом случае, такого отношения, со стороны болельщиков, можно как угодно к человеку относиться, но, опять же, очень много негатива, который, опять, конкретно к нему ничего хорошего не приносит, конкретно сейчас, вообще про любого, если я каждый раз про вас там, да, что-то, ну, пример там, ничего хорошего в этом нет, он местный, все его знают, давно, всему свое время, но то, что есть люди, которые уже составляют ему конкуренцию из молодых ребят, это хорошо, в конкуренции рождается прогресс как раз игроков, и только в конкуренции мы растем, это самое важное, если нет конкуренции, это все тогда уже неправильно работает, я считаю, а то, что она у вас есть, это хорошо, а дальше все зависит, опять же, от Жени, либо еще от кого-то, спасибо, я думаю, что Андрей, он еще ответил на вопросы, есть ли еще вопросы из зала, Антон, у тебя закончились все вопросы? У нас 6 декабря, как вы знаете, я думаю, в этом году большой юбилей у Анкара, 30 лет, планируются ли какие-то мероприятия, как-то, 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 не знаю, давайте попозже, пока не допразднуем, друзья, если больше вопросов нет, есть последняя возможность все-таки задать, Максим, у вас нет вопросов? Окей, тогда я думаю, что мы можем завершать пресс-конференцию в ровный час, мы как раз на нее потратили, Валерий Михайлович, завершающее слово. А что можно сказать? Дай Бог, то, что мы сегодня с вами обсуждали, это свершится с командой, и она пойдет дальше. так что, главное, не бросать ее, а находиться с ней и когда ей плохо, и когда ей хорошо. Поэтому, всем удачи, в том числе и нашему клубу. про фанатфи, я как бы все равно сказал, но еще раз хочу, в принципе, и вы все, ну, очень хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, ну, действительно, они лучшие, ну, ту атмосферу, которую они создавали на стадионе и здесь, и на выезде, это дорогого стоит, блин, просто, как говорится, снимая шляпу перед ними, и даже вчера, после игры в Тюмени, да, они подошли, нас поддерживают, ну, это очень приятно. Видно, что, еще раз говорю, складывается та частичка, которая со временем должна принести все, на что мы надеемся, тот результат, и чтобы команда, клуба двигались дальше. Ну, блин, просто большое спасибо за поддержку, за реальную поддержку. Еще раз говорю, слишком много в жизни у нас негатива, хотелось бы позитива и тех эмоций, ну, которого даже у меня были на пресс-конференции после проигранной игры, ну, знаете, есть определенное удовлетворение то работы, которая проделана, да, не с точки зрения результата, я подчеркиваю, но то работы, которая есть в клубе, я, наверное, так скажу, Амкар, вперед. Спасибо.